Всем привет! Сегодня разбираемся с моим любимым текстовым редактором V. Он позволяет нам открывать тексты, файлы, редактировать их, работать с ними, передвигаться по ним. Делать вообще очень много полезного. Очень практически важное занятие. Без него, без редактора V в Linux работать практически невозможно. LPIC у нас уделяет текстовому редактору V аж три вопроса. Тема у нас следующая. Мы должны уметь, собственно, осуществлять навигацию по документу, передвигаться по нему. Выполняются такие основные действия, как копирование, вставка, вырезание, удаление текста. Искать текст и вообще разобраться с режимами работы V, потому что V у нас имеет несколько режимов работы. Сразу же, наверное, покажу вам первый слайд. Мы можем осуществлять навигацию по документу, то есть по открытому документу V текстовому. В принципе, стрелочками, теми, которые находятся у нас на нум-блоке или слева от нум-блока. Но иногда эти стрелочки в некоторых дистрибутивах могут не работать. И тогда передвигаться мы можем при помощи клавиш, которые у нас расположены очень неожиданно в ряду. Это вы видите H, J, K и L. То есть не наша родная геймерская ASDV, а H, J, K и L. При помощи них будем передвигаться. Чтобы попадать в конец или в начало слова, у нас могут использоваться клавиши AND, E и B, BEGINNING. Чтобы передвигаться по предложению, круглые скобки, по абзацу фигурные скобки, конец строки и начало строки, то есть аналог клавиш HOME и END, это у нас суффикс и доллар. И конец и начало файла, то есть аналог CTRL HOME и CTRL END, это один G и просто G. Давайте попробуем, посмотрим это все на убунду. Итак, текстовый редактор V. Он у нас такой же основной инструмент администратора, как и grep, или cat, или ls, или все остальные основные команды. С первого взгляда он, конечно, неудобен, страшен. Им не так вот легко сразу начать пользоваться, но к нему привыкаешь и начинаешь любить. V, в отличие от привычных нам текстовых редакторов, каких-нибудь блокнотов, имеет модальный интерфейс. То есть у него одни и те же клавиши в зависимости от режима работы выполняют разные действия. По умолчанию в V есть два режима работы. Это командный режим и режим вставки. Когда мы работаем в командном режиме, буквы, символы, которые мы выбираем на клавиатуре, являются командами, а в режиме вставки это просто буквы, которые у нас вставляются в текст. По умолчанию работа начинается в командном режиме. Вы видите, у него такой достаточно подробный help русскоязычный, причем у нас в Ubuntu, вы видите, не просто V, а Vimproved, улучшенный V, мой любимый. Выбуду-ка я из него. И я, доработая в V, создал файл. Файл тексты. Cut, файл, тексты. Подглядим на него. Вот тут несколько строчек, буквально просто так набранных. Значит, теперь попробуем, поработаем V. Напишу я V, то есть команда V, редактор V, имя файла. Файл, тексты. Чтобы создать новый файл, мы можем написать файл, и там, допустим, new file.txt, тогда у нас создастся новый пустой файл. Так как файл.txt уже есть, V его откроют. И вот он, мой файл. Вспоминаем по слайду. Мы можем передвигаться при помощи стрелочек, я пробую. При помощи стрелочек у меня работает. А также можем при помощи клавиш h, j, k, l. Четыре клавиши стоят в ряд. h налево, j вниз, k вверх, l вправо. Очень редко приходится пользоваться этими чтениями клавишами, потому что практически всегда стрелки работают, но на всякий случай надо знать вот это вот сочетание. И для экзамена не может пригодиться в жизни. Для перемещения по словам используются клавиши, опять же, вспоминаем слайд, буковка и латинская, это end, конец слова, буква билатинская, beginning, начало слова, чтобы движать по словам. Для передвижения по предложению у нас есть скобка фигурная, открытые скобки, начало предложения, закрытые скобки, конец предложения. Фигурные скобки, открытая фигурная скобка, начало абзаца, закрытая фигурная скобка, конец абзаца, видите. Shift-6, или значок суффикса, это у нас начало строки. Значок доллара, конец строки. Видите, как у меня передвигается курсор. И попробуем, я никогда не пользовался этим, начало файла и конец файла. 1G большое, начало файла, или Ctrl-Home, и просто G большое, конец файла. Такой Ctrl-N. Вот вы видите. Режимов работы у нас много. По тексту мы сейчас бегать научились. Нужно сказать, что для того, чтобы начать работать в режиме вставки, нам нужно набрать одну из нескольких клавиш. Я сейчас вам по ним слайд не составлял, но нужно знать, что это в основном I и A. I – это режим Insert, то есть режим вставки перед текущим символом. Вот сейчас стоит у меня на буквке C. Я нажимаю на клавиатуре клавишу I. И теперь я нахожусь в режиме вставки. Не могу написать, допустим, Very Cold Outside. Чтобы выйти из режима вставки, нажимаем Escape. Сейчас я снова нахожусь в режиме навигации. Если я сейчас нажму, например, L несколько раз, у меня не L пишется, а двигается курсор. Курсор. Режим A вставки, A маленькая, это режим добавления после текущего символа. То есть если я сейчас ставлю на пробел курсор и нажму A, я начну писать после этого курсора. Например, вот так вот. Снова нажимаю Escape, выхожу из режима вставки. Я обычно всегда нажимаю A и пишу перед символом. То есть все остальные меня не интересуют, варианты выхода в режим вставки. Но вообще говоря, можно использовать еще клавишу O, она вставит новую строчку. Клавишу S, она сотрет символ и ставит вместо него, то есть такой режим замены символов. Есть, кроме того, большие I и большие A. Но я вам сейчас голову этим забивать не буду, вы все это можете посмотреть в мануале. Единственное, что нужно запомнить, то что когда мы хотим попасть из режима перемещения по тексту, из командного режима в режим вставки, нужно нажать A или I. Insert или Append. После чего дописать все, что нам нужно и нажать клавишу Escape. Мы снова вернемся в командный режим, как сейчас. Так как Microsoft у нас все-таки захватил такую значительную часть рынков, мы скорее всего умеем пользоваться Word, родным микрософтовским Word. И в нем есть удобные сочетания клавиш, где-нибудь Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Y, Ctrl-Z, когда мы можем копировать, вставлять, отменять действия, добавлять и так далее. Все то же самое умеет у нас делать V даже больше. Видите, вы можете при помощи сочетания клавиш копировать строки, слова, символы и вырезать их. Кроме того, само собой вставлять. Давайте, наверное, попробуем это поделать с нашим текстом. Итак, для того, чтобы скопировать строку в буфер, или как он в Linux называется, регистр, давайте я возьму, встану вот сюда вот, и нажму Y, я сейчас в командном режиме нахожусь. Y, Y. Нажал, спущусь ниже и нажму клавишу P. И видите, я вставил строчку. То есть в любом месте строчки я находился, нажал клавишу Y, Y, и у меня вставилась вся строка в регистр или в буфер обмена. Когда я нажал клавишу P или Past вставить, у меня вставился текст. Могу Past нажать несколько раз. И вот, видите, он вставляет. Для того, чтобы скопировать только одно слово, мы можем нажать сочетание клавиш Y, V. Y, V. То есть скопировать слово. Опять же, спущусь ниже и нажму клавишу Past. И видите, у меня добавляется слово C в том месте, где стоит курсор. Для того, чтобы удалить слово, я могу воспользоваться клавишами D, V. Delete Word. D, V. Удалилось слово. D, V. Удалилось слово. Причем, что интересно, мы можем, само собой, точно так же удалить строку. Для этого у нас есть D, D сочетание клавиш. D, D. Но у нас строки не просто и слова удаляются, они вырезаются и хранятся в регистре, в буфере. То есть если я сейчас возьму и сотру вот эту вот строку, D, D, сочетание клавиш, и потом спущусь куда-нибудь ниже, давайте, в конец строки, и нажму P, вставить, вы видите, у меня из буфера обмена берется это, что я там копировал, строка. То есть мы можем с вами при помощи клавиши Y, и в зависимости от того, что мы нажмем после Y, скопировать строку, слово или символ. Чтобы скопировать символ, используют сочетание YL, то есть скопировать letter, ну, букву. Буквы обычно мы редко копируем, но если нам попадаются какие-нибудь странные символы, которых у нас нет на клавиатуре, какие-нибудь значки, сокращения, курсы валют, какие-то такие коды, которые не встречаются, мы можем их копировать при помощи вот такого посимвольного копирования. Соответственно, для того, чтобы вырезать, используется клавиша D, и в сочетании от того, что мы хотим удалить строку, символ или слово, у нас это DD, DV или DL. И чтобы вставить, у нас используются клавиши P. Past. Все, что у нас находится в буфере обмена, мы можем вставить при помощи клавиши P. Очень удобно использовать это с символами, которые мы просмотрели на предыдущем слайде. Например, чтобы удалить с текущего места до конца строки, мы нажимаем вот отсюда, например, D и конец строки, знак доллара. И видите, у нас с этого места до конца строки удаляет. Или, например, если мы хотим удалить куда-нибудь отсюда до конца абзаца, мы можем нажать D и закрывающая фигурная скобка. Видите, с этого места он копирует. Соответственно, мы можем точно так же копировать вверх, удалять, вырезать вверх. То есть вырезать отсюда и, допустим, до начала строки, до начала абзаца. Скопировать с данного момента до конца абзаца или до конца строки. Все эти сочетания из этих двух слайдов, я вам рекомендую эти два слайда сфотографировать, вы можете использовать при работе с редактором V. На самом деле, поработать с ним буквально недельку, и это все будет уже, естественно, получаться. И последний слайдик – это те самые полезные команды, которые нам могут пригодиться, когда у нас V находится в командном режиме. Это команды, которые помогают нам осуществлять поиск по тексту. Это и темы экзамены часто бывают полезны, когда мы хотим найти в тексте какие-то, может быть, ключевые слова. И команды, вы видите, отменить изменения, записать изменения и выйти из файла. Они все могут использоваться вместе. Например, вот самая последняя строчка. Записать изменения и выйти из файла. То есть V записать, Q quit, V выйти, V write записать. Воскользательный знак проигнорировать все предупреждения. Или выйти, не сохраняя, просто Q воскользательный знак. И есть очень хорошо то, что удобные сочетания клавиатурные, которые я, наоборот, часто использую вместо этих загадочных двоеточия. V, Q воскользательный знак. Это просто две заглавные Z. Это выйти и сохранить. И текстовый файл или Z, Q заглавные. Это выйти и не сохраняя. Вот это очень все удобно. Давайте попробуем. Перемещусь я по тексту выше. И откуда-нибудь отсюда начну искать слова. Давайте еще выше. Вот так вот. Для того, чтобы начать поиск, нам нужно нажать на символ слэша. Вот снизу, видите, у нас заморгал курсор после слэша. И, собственно, пишем, что мы ищем. Я хочу найти текст, например, U. Нажал U и после того, как я написал текст, соответственно, нажимаю Enter. И вот он у меня нашел первое совпадение со словом U. Чтобы продолжать искать текст дальше, нажимаю N маленькую. Next. Чтобы искать вверх с текущей позиции, то есть не ниже текущей позиции, как мы только что искали, а выше текущей позиции, нажимаю заглавную N. N, N, N. И, видите, он внизу написал то, что у нас поиск достиг вершины файла, больше нигде U не встречается, поэтому он снова начинает искать снизу. То есть сейчас мы ищем вот так вот текст. Для того, чтобы искать от текущего курсора не вниз, как мы сейчас искали, то есть от текущей позиции ниже по тексту, а от текущей позиции выше по тексту, используется вопросительный знак. То есть мы с вами должны подняться повыше и нажать попросительный знак. Не обратил внимания, где у нас курсор. Давайте поищем WE. Мы. WE. Нажимаю Enter. И вот у нас нашлось. Тут, к сожалению, для того, чтобы появилась путаница, N большой, N маленькая работают в обратном порядке. Вот сейчас я нажимаю N маленькая, и он, видите, начинает идти выше по тексту. Нажимаю N большое, и начинает идти ниже по тексту. То есть в зависимости от того, какой символ мы используем для поиска, слэш или попросительный знак, в том направлении и работают у нас N большая и N маленькая. Запомнить это тяжело, в принципе, но если вы работаете с текстом, то, само собой, вы будете видеть выше или ниже по тексту, у вас бежит курсор, когда вы нажимаете N большая и N маленькая. Для того, чтобы пройти тот самый Executive режим, то есть режим Command, его обычно еще могут выделять в отдельный режим. Мы можем нажать Shift 6 или двоеточие. Вот он у нас. Даже не Shift 6, а что у нас, у нас же английский язык с вами. Ж, кириллицы. И написать, отменить все изменения. Е, восклицательный знак. Восклицательный знак, это значит наплевать на все предупреждения, потому что иначе он скажет, да вы что, у вас столько всего было уже сделано с документом, а вы хотите его затереть. Хотим затереть. И вот он у нас вернулся в то самое состояние. Попробуем снова что-нибудь добавить. Не знаю, все что угодно. Нажали Escape, снова перешли в командный режим. Для того, чтобы добавить, мы нажали A в латинскую. И чтобы записать изменения, я пишу Shift G, ну двоеточие, W, восклицательный знак, write, write, записать изменения. Изменения записаны. Если вдруг мы хотим еще что-нибудь дописать к этому файлу и потом сохранить его под новым именем, мы нажимаем двоеточие. Так, надо только выйти из командного, выйти в командный режим клавиши Escape, escape, двоеточие, W, пробел и новое имя файла, например, newfile.txt. И вот у нас мы уже работаем с newfile.txt. Соответственно, для того, чтобы выйти из файла, нажимаем мы с вами Shift, ну двоеточие, и Q, quit. И вот мы вышли. Проверим. Вот у нас есть файл и newfile. Давайте откроем еще раз файл. Добавим что-нибудь. Escape. И теперь клавиатурные те самые сокращения, которыми пользоваться намного удобнее, чем эти безумные двоеточие, W, Q и так далее. Z, Z, выйти и сохранить. Двоеточие, большие две заглавные Z. Сохранили. Для того, чтобы выйти без изменений, не сохраняя изменения, escape. И заглавные Z, Q. И мы вышли без сохранения. Вот это сочетание Z, Z и Z, Q, они очень важные, удобные, полезные и быстрые. То есть быстренько отредактировали файл Z, Z. Открыли файл, что-то там понаписали, поняли, что нам это не нужно. Z, Q. И еще момент, который нам говорит LP, то, что мы должны знать, на самом деле редко, мне кажется, кто-то им пользуется. Это команда Change. У нас нет по ней слайда. Change. Изменить слово или изменить имя. Например, вот мы перейдем на слово Greetings и нажмем клавиши C, латинскую EC, и W, Word. И вы видите, в конце у нас появился символ доллара. Теперь все, что мы напечатаем, будет вместо этого слова. То есть вместо Greetings, например, Hello. Закончили, нажали Escape. И вот у нас Greetings превратился в Hello. Соответственно, точно так же мы можем изменить символ, то есть CL, Change Letter, или изменить строку CD. Это вообще бывает полезно, если мы хотим, например, заменить текущего места до конца файла. То есть там идет у нас какое-то несущественное окончание, какие-нибудь последние несколько абзацев. Мы нажимаем, например, C и закрывающую фигурную скобку. То есть заменить с текущей позиции до конца абзаца, или там до конца строки, то есть C, доллар. И заменяем этот текст на что-нибудь там. Дальше нам неинтересно, троеточие. Что могу сказать, друзья мои? Разбрались с текстовым редактором V. К слову сказать, в Linux, конечно, огромное количество текстовых редакторов. Есть два таких монстра, как V, и есть еще такой Emacs редактор, тоже такой колоссальный, Unix. Есть приверженцы и адепты одного текстового редактора, есть другого. Мы с вами изучаем V, потому что у нас он идет как экзамен LP, а LP у нас, в принципе, основан на Ubuntu, и в Ubuntu у нас все-таки по умолчанию V. Кроме того, V это редактор, в который я влюблен. В дальнейшем мы будем с вами проходить такие другие дистрибутивы Linux, и там, наверное, разберемся с Emacs. А так нужно запомнить, что есть такой редактор V или его современное исполнение Vim, Vimproved. Он позволяет нам редактировать текстовые файлы, искать по ним, бегать по ним, осуществлять различные операции в них. И он модальный, то есть в зависимости от того, в каком режиме он работает, нажатие клавиш воспринимается по-разному. У него есть командный режим и режим вставки. Основные команды мы с вами рассмотрели. Как пользоваться V вообще тоже рассмотрели. Продолжение следует...